Привет, друзья! Это редакция Ньюз. Кажется, на третьем году военных действий нас уже сложно было ввести в оцепенение страшными новостями. Но реальность в очередной раз оказалась изобретательней, чем мы думали. Вечером в пятницу произошел один из самых смертоносных терактов в новейшей российской истории. Название концертного зала «Крокус Сити Холл», до сих пор ассоциировавшееся с шиком и беззаботностью, встало в один ряд со ставшими нарицательными Норд-Остом и Бесланом. О самом нападении и первых часах после него я рассказал в спецвыпуске редакции, вышедшем в ночь на субботу. Также большой разбор вышел на YouTube-канале «Контекст». Там коллеги обсуждали, в том числе, как охранялся «Крокус Сити» и почему теракт не удалось предотвратить. Здесь о том, что произошло, и стало известно к воскресенью. Итак, группа террористов, их, как уже объявлено, было четверо, вооруженных автоматами Калашникова с многочисленными запасными магазинами, ворвалась в концертный зал, где вот-вот должен был начаться концерт группы «Пикник» под названием «Новое измерение». Стрельба началась прямо у входа, куда террористы забежали с улицы, выскочив из белого Рено. Убив многих посетителей здесь, они, явно хорошо ориентируясь в здании, прошли и ворвались в зрительный зал, где открыли прицельный огонь по зрителям. Я видела, что их было двое или больше, я видела, что они были с темными волосами, и что они были с автоматами. Они кричали друг к другу, но это была точно не русская речь. Зрители стали в панике убегать через все доступные выходы, некоторые оказались закрытыми. Одному из посетителей удалось обезвредить террориста и спасти таким образом десятки людей. Позже героя разыскали и пообещали представить к награде. Он стал перезаряжать оружие. Секунда у меня была на размышления, я толкнул жену, а сам оббежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове. И в этот момент ко мне подбежал еще один мужчина, тоже нанес пару ударов мощных, больше комплекции, и мы его вырубили. Не очень понятно, что случилось с этим террористом далее. Судя по тому, что, как официально сообщалось, всех четверых позже взяли в Брянской области, он, возможно, пришел в себя и покинул здание вместе с сообщниками. Отстрелявшись, террористы достали из рюкзаков емкости с горючей жидкостью и подожгли зрительный зал, обивка кресел которого зловеще напоминала своим цветом зал Норд-Оста. Часть посетителей, которые смогли покинуть зал, спрятались на подземных этажах и в технических помещениях. Многих спасли прибывшие на место сотрудники МЧС, когда здание уже было объято огнем. Мы выжили. С подвального помещения человек 100 нас вытащили. Там уже и двери ломали. Короче, пиздец. Спастись от пожара удалось далеко не всем. Судя по сообщениям силовых ведомств, многие отравились угарным газом, забежав в помещение, откуда из-за дыма они уже не смогли выбраться. Разошлось также видео, где группа посетителей пытается и не может открыть двери аварийного выхода. Почему они не открылись, сказать сейчас сложно. Однако это, в свою очередь, не могло не напомнить о печально известном пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Вместе с пожарными и спасателями к зданию Крокуса прибыл спецназ и многочисленные силовики. Однако террористы успели покинуть здание. Судя по некоторым сообщениям, они переоделись и, бросив оружие, смешались с толпой людей, выбегавших из Крокуса на улицу. Сев в машину и уже отъезжая от здания, боевики, как сообщается, нарочно сбили восьмилетнего мальчика. Он в больнице в тяжелом состоянии. Очень скоро в розыск был объявлен тот самый белый Рено-символ с черной крышей и тверскими номерами. В первые часы было явно много путаницы. Появившиеся к утру субботы ориентировки с фотографиями подозреваемых оказались неверными. Двое изображенных там граждан Таджикистана, как выяснилось, находились на родине. Об этом сообщило МВД Таджикистана. Также в ориентировку ошибочно попал Рустам Назаров, работающий в Самаре, где он и был в момент теракта. Сообщалось, что, увидев свое фото, он сам пошел в полицию. Выяснилось, что раньше та самая белая Рено была оформлена на него, но он продал машину еще два года назад. В субботу стало известно, что на исходе ночи эта машина была замечена в Брянской области, когда двигалась в сторону границы с Украиной. Сообщается, что водитель не отреагировал на требование остановиться, началась погоня со стрельбой, в итоге террористы бросили машину и пытались скрыться в лесу, но всех четверых задержали, двое получили ранения. Были опубликованы кадры их первого опроса, который, судя по всему, проводился прямо на месте. Один из задержанных говорит, что прилетел из Турции 4 марта, что был завербован в Телеграме неким помощником проповедника, и что за совершение теракта ему были обещаны 500 тысяч рублей, половину из которых уже скинули на карту. Они сказали конкретно, кого убивать? Людей. Каких? Без разницы, кого там зайдет, и сказали, убирайте этого. Заходите убивать? Да. Как сообщил ряд телеграм-каналов, двое подозреваемых проживали в московском апарт-отеле «Окружной». Там рассказали, что постояльцы ничем не выделялись, при заселении оставили один паспорт на имя Файзова. Этот Файзов лучше всех говорил по-русски и выступал переводчиком. В субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. По его словам, идет работа над выявлением пособнической базы. Объявлено, что террористы планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне. В тот же день Путин выступил с телеобращением, в котором выразил соболезнования близким погибших, объявил в воскресенье, 24 марта, днем общенационального траура и пообещал, что все виновные и все планировавшие теракт будут установлены, найдены и наказаны. Путин также повторил, что террористам было подготовлено окно на украинской стороне границы. Версия о причастности Киева появилась практически сразу и начала стремительно распространяться, в том числе по военкоровским и провластным телеграм-каналам. Например, член Совета Федерации Виктор Бондарев прямо назвал произошедшее диверсией со стороны Украины. Дмитрий Медведев написал, что если будет установлено, что это были террористы киевского режима, то все они должны быть безжалостно уничтожены, включая официальных лиц государства. Пост Медведева заканчивается словами «смерть за смерть». На этом фоне в Госдуме предложили снять мораторий на смертную казнь для террористов. Глава парламентской фракции «Единой России» Владимир Васильев заявил, что будет принято решение, которое будет отвечать настроениям общества. А издание «Коммерсант» процитировало свои источники, предположившие, что террористы могли быть членами запрещенного русского добровольческого корпуса, атаковавшего Белгородскую область, о чем еще поговорим. Как раз накануне теракта ФСБ сообщило о задержании в Москве группы сторонников РДК, собиравшихся по сообщению спецслужбы в Украину. В субботу сообщалось, что представители РДК открестились от причастности к теракту. С таким же заявлением выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В МИД Украины сообщили, что рассматривают подобные обвинения как провокацию Кремля. Владимир Зеленский также заявил, что Россия и Путин пытаются свалить вину за теракт в Крокусе на Украину, и что у россиян должны быть вопросы не к ней, а к своим силовым ведомствам. В Телеграме вечером в пятницу распространилось видео, на котором секретарь Украинского Совета нацбезопасности Алексей Данилов признает причастность Украины. Ролик показали даже на НТВ. Однако вскоре выяснилось, что это дипфейк. Нью-Йорк Таймс и CBS в первые же часы после теракта сообщили, что за ним может стоять афганский филиал ИГИЛ, так называемое исламское государство Харасан. Международное агентство опубликовали сообщение, что ИГИЛ взял на себя ответственность, однако подлинность этого заявления не была подтверждена. В субботу один из Телеграм-каналов, как считается близких к исламскому государству, распространил фотографию, на которой якобы изображены исполнители теракта, а причиной нападения названа «Вражда России с исламом». Многие обратили внимание, что хотя фото людей на снимке заблёрины, одеты они так же, как задержанные подозреваемые. Однако, опять же, подтвердить подлинность фото и сообщения крайне сложно. В ночь на воскресенье агентство, связанное с исламским государством, опубликовало видео, которое в ходе нападения на Крокус сделали сами террористы. Оно крайне жёсткое, мы не можем его показывать по этическим причинам. Напомню, 7 марта посольство США предупреждало своих сограждан об угрозе терактов в России, в том числе на концертах. Правда, говорилось про ближайшие 48 часов. Тогда эти заявления были расценены в Москве как провокационные. Сейчас, после теракта, американские представители уточнили, что передавали эту разведоинформацию Москве и по неофициальным каналам. РИА Новости со ссылкой на источник в российской спецслужбе подтвердило, что такая информация действительно поступала, однако носила общий характер без какой-либо конкретики. США со своей стороны заявили, что не знали деталей и конкретной цели готовящейся атаки. В субботу утром СК опубликовал видео следственных действий в Крокусе. На кадрах с места теракта видно оружие, большое количество патронов, магазины к автоматам. Также видно, что от зрительного зала Крокуса осталась груда обгоревших развалин. Крыша над ним рухнула. Число жертв продолжает расти. По данным на вечер субботы было известно о 133 погибших, еще около 120 человек находились в больницах. Те, кто в состоянии говорить, рассказывают о том, что видели своими глазами. Столичный мэр Сергей Собянин пообещал, что Москва и Подмосковье возьмут на себя организацию похорон погибших и выплатят пострадавшим, в том числе иногородним, от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Пункты приема донорской крови открыты по всей Москве и в Подмосковье. К ним в первые же часы работы выстроились очереди. Слова поддержки россиянам адресовали десятки государств, в том числе и признанных недружественными. Среди них Чехия, Польша, Франция, Испания, Италия и Португалия. Президенты Турции, Венесуэлы, Палестины, Узбекистана, Сербии и король Бахрейна выразили свои соболезнования. Теракт решительно осудил президент Франции Эммануэль Макрон, Совбез ООН, Лига Арабских Государств и еще десятки стран. Представитель Белого дома Джон Кирби назвал кадры происшедшего ужасающими, сказав, разумеется, мыслями «мы вместе с жертвами». Среди тех, кто писал о своем шоке и выражал соболезнования, были и многие непримиримые противники российской власти, открытые сторонники Украины. К российским посольствам по всему миру несут живые цветы в память о жертвах теракта. Были и другие реакции. Глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис написал «Давайте не терять фокус». Запись репостнула премьер страны Ингрида Шимонита, других заявлений Вильнюс не делал. Президент Латвии Эдгар Ренкевич ограничился твитом со словами «В каком сумасшедшем мире мы живем?». В пятницу вечером на билбордах и электронных экранах в Москве и других городах России исчезла реклама и появились надписи «Скорбим» и изображение свечей. Возле Крокуса, несмотря на несколько колец оцепления, возник стихийный мемориал. Туда и к подобным мемориалам в Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Ростове, Казани люди приносят цветы, свечи и детские игрушки. На неделе Белгородская область, которую еще недавно рутинно называли «прифронтовой», занимала первое место уже во фронтовых сводках. На границе шли бои с пытавшимися прорваться в Россию подразделениями ВСУ, русским добровольческим корпусом, легионом свободы России и сибирским батальоном, все три признаны в России террористическими. Ожидалось, что их наступательный напор спадет сразу после выборов, к которым, очевидно, операция и была приурочена, но бои с применением тяжелой техники, дронов и авиации продолжались еще несколько дней. В Российской Минобороны заявили, что за это время погибли до 800 бойцов противника, публиковались кадры обширных ударов по позициям диверсантов на сопредельных территориях и уничтожение их бронетехники. На российской стороне основные бои развернулись в приграничном селе Козинки. В среду Минобороны заявила о его полной зачистке, в телеграм-каналах появились кадры последствий боев. Снимай лапку, хоть понимай, нет. Козинка, как я с***. По данным местных властей, за две недели в Белгородской области погибли не меньше 20 гражданских, около 100 человек получили ранения. Произошлись кадры из села Никольска, это под Белгородом, где снарядом разрушило жилой дом, погибли четыре члена одной семьи. Сообщалось, что из-под завалов спасли пятилетнюю девочку, ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что из области эвакуируют больше 9 тысяч детей. В приграничных школах и в Белгороде объявили внеочередные каникулы. Въезд в семь населенных пунктов у границы решено закрыть, там устанавливают блокпосты. Среди них райцентр Грайворон, где на неделе при обстреле погибли несколько человек. Местные администрации попросили жителей временно уехать из города. В самом Белгороде ежедневно звучат сирены и взрывы. Город обстреливает артиллерия, в том числе реактивные системы в Эмпайр. Это чехословацкая версия советской системы ГРАД. Есть погибшие и раненые. Расходились кадры автомобилей, пылающих во дворах жилых многоэтажек, взрывов на городских проспектах и улицах, жителей, укрывающихся за бетонными блоками во время прилетов. Стало известно о смерти преподавательницы местного университета. Во время артнолета она испытала такой стресс, что впала в кому и скончалась, не приходя в сознание. У нее остались трое детей. Признаком хрупкости мирной жизни стало прекращение работы всех закусочных «Вкусная точка», а при остановке доставки также объявил «Вкусвилл». Под огонь попал и Белгородский зоопарк, там погибла кенгуру Гранди. Как рассказали сотрудники, она была всеобщей любимицей. Официальный Киев атаки на российское приграничье прямо не комментировал. В одном из обращений Владимир Зеленский заявил, что в СОО определили самые уязвимые места России и будут продолжать наносить удары, о чем конкретно речи он не уточнил. Владимир Путин заявил, что Россия могла бы ответить тем же на обстрелы Белгорода, но у нас свои планы. Выступая на неделе на коллегии ФСБ, он призвал наказывать диверсантов без срока давности. Я прошу, так как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно, поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. В четверг и пятницу по украинскому тылу был нанесен один из самых мощных за последнее время ударов. Ракеты, в том числе и гиперзвуковые кинжалы, и беспилотники атаковали объекты энергетики почти во всех областях Украины. В десятках городов начались перебои с интернетом, множество районов остались без света, в ряде областей ввели веерные отключения. Сообщалось о повреждениях Бурштинской и Харьковской ТЭЦа и крупнейшей в Украине Днепровской ГЭС. Сообщается, что всего в станцию попали 8 ракет. В Укрэнерго заявили, что она получила критические повреждения и выведены из строя, а саму атаку по энергоструктуре назвали самой масштабной с начала войны. В пятницу власти Харькова сообщали, что город полностью обесточен, не работали ни светофоры, ни канализация. Там же минимум 5 человек погибли при ударе по одному из частных предприятий. РИА Новости сообщила, что это был завод по производству боевых дронов. Городские власти Киева сообщали о более чем 10 пострадавших. Среди прочего были повреждены склады одного из маркетплейсов и жилая многоэтажка. Снова публиковались кадры горожан, укрывающихся в метро. В ВСУ заявили, что одну из крылатых ракет сбили из станкового пулемета, хотя по опубликованному видео сложно определить, что именно взорвалось и почему. Издание «Таймс» запостило редкие нынче кадры. Напомню, с марта 22-го снимать геолокацию прилетов в Украине запрещено. Всю неделю лилось масло в огонь истории с отправкой в Украину французских войск. Пока гипотетической, но глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Париж уже готовит для этих целей около двух тысяч человек. «Их не удастся перебросить незаметно, они станут мишенью для российских сил», — сказал он. В Минобороны Франции назвали это примером массовой дезинформации. При этом сам Эммануэль Макрон, поднявший тему, на неделе вновь не исключил наземных операций в Украине. «Сила Франции в том, что мы можем это сделать», — сказал он. и добавил, что Генштаб на всякий случай разрабатывает возможные сценарии. Политическую игру мускулами дополнила демонстрация мускул физических, опубликованных фото Макрона на тренировке по боксу. Разумеется, они тут же разлетелись на мемы, в сети оценивали президентский бицепс, рассуждали, есть ли тут фотошоп, и сравнивали эту пиар-акцию со знаменитыми фотками Путина с голым торсом. Макрон, правда, был в футболке. С не меньшим пылом обсуждался фрагмент программы на французском телеканале «Эльсе И», где приглашенный эксперт, военный историк Винсент Арборетье, рассуждает, где могли бы разместиться французские войска, если их все-таки перебросят в Украину. Две опции возможны вдоль Днепра и вокруг Киева, заключил он. Как нередко бывает в сети, новость начала жить своей жизнью, мутировав сообщение, что Франция обнародовала план развертывания войск. По сути же, это был классический инфошум, или, как говорят в наших кругах, разминание темы. В общем, друзья, лишний раз напоминаю о важности факт-чека. Не стоит принимать на веру все, что вы увидели в новостной ленте своего смартфона. В вопросе отправки войск у Франции по-прежнему нет единства с остальным Евросоюзом. Выступая перед открытием саммита ЕС в Брюсселе, глава евродипломатии Жозе Бабарель призвал не пугать людей напрасно, потому что война не неизбежна. Нет речи о том, чтобы мы пошли умирать за Донбасс. Речь о том, чтобы помогать украинцам не умирать за Донбасс, заявил он. Представитель российского МИДа Мария Захарова ответила, что ЕС не будет умирать за Донбасс, потому что мертвые не умирают дважды. На упомянутом саммите Боррель призвал одобрить передачу Украине доходов от российских активов. На счетах в Европе сейчас около 200 миллиардов евро, принадлежащих российскому Центробанку. Сообщается, что доходы от инвестирования этих средств могут принести Киеву до 3 миллиардов евро в год. Но пока Евросоюз далек от единства и в этом вопросе. Как считают скептики, любые действия с чужими активами могут привести как току инвестиций из европейских стран, что создаст серьезные риски для экономики ЕС. Напомню, манипуляции с российскими деньгами начали обсуждать после приостановки военной помощи Киеву со стороны США. На неделе там вновь не смогли принять пакет поддержки Украины. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на рассмотрение до того, как Палата примет бюджет на следующий финансовый год. Пробуксовка с американской помощью вынуждает ВСУ отходить с ряда территорий для укрепления обороны, заявили на неделе в Пентагоне. Конкретные населенные пункты не назывались, но за последние дни сообщалось, что под контроль России перешли два села к западу от Авдеевки – Орловка и Тоненькая. Показательно, что мейнстримовские американские медиа продолжают серию публикаций, где состояние украинской армии описано весьма черными красками. Так, Wall Street Journal опубликовала рассказ о солдатах ВСУ, брошенных командирами под Авдеевкой. Описан прощальный видеозвонок одного из них родным. Как пишут авторы статьи, украинские власти сейчас оказались перед выбором пожертвовать территорией или жизнями своих солдат. На этом фоне в Киев с необъявленным визитом прибыл советник Джо Байдена Джейк Салливан. Пообещав, что Белый дом сделает все, чтобы пакет помощи был принят как можно скорее, он заявил, что Украина выйдет из войны суверенной, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, не упомянув тезис про возврат к границам 1991 года. Кстати, на неделе и Дмитрий Песков уже второй раз с начала года назвал происходящее между Россией и Украиной войной. Для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад еще больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт. На фронте Россия продолжает медленные наступления на основных направлениях. Бои идут во все тех же населенных пунктах. Работе на Вербовом, на Запорожском участке, Новомихайловке, на Южнодонецком. Под Бахмутом под российский контроль перешло село Красное, оно же Ивановское. Также продолжаются бои в Тернах, это в районе Кременной. Российский тыл снова атаковали беспилотники. Минобороны сообщало о сбитых дронах над Крымом и Саратовом. На фоне участившихся атак на объекты нефтепереработки, Минэнерго заявила, что их будут прикрывать системами ПВО «Панцирь». Как отмечает российский Форбс, атакам подвергаются как НПЗ, поставляющие топливо для внутреннего рынка, так и те, что в основном работают на экспорт. На этом фоне Financial Times сообщило, что Вашингтон призвал Киев прекратить такие атаки, потому что они могут привести к повышению цен на нефть во всем мире. На неделе Российская Госдума во втором и третьем чтениях приняла два закона об освобождении от уголовного наказания контрактников и мобилизованных. По новым нормам на фронт смогут отправляться не только осужденные, но и находящиеся под следствием по статьям небольшой или средней тяжести, то есть еще не признанные виновными. Мобилизованные контрактники будут освобождаться от уголовной ответственности либо со дня получения госнаграды за службу, либо со дня увольнения. Дела тех, кто находится под следствием, будут приостанавливаться, а наказание тех, кто уже получил приговор, меняться на условный срок. Контроль за поведением осужденных и подследственных возлагается на командовании воинской части. Закон вступит в силу после его одобрения в Совфеде и подписания президентом. На неделе появилась новость, что в Красноярском крае уже в этом году планируют закрыть несколько колоний из-за резкого уменьшения числа заключенных. Об этом сообщил местный уполномоченный по правам человека Марк Денисов, назвавший закрытие зон тревожной тенденцией, поскольку они часто являются городообразующими предприятиями. Денисов также выразил опасение, что после завершения СВО все вернется на круги своя и придется втридорого разворачивать новые колонии. Всю неделю обсуждался рекордный результат Владимира Путина, полученный на голосовании в прошлые выходные – 87% при явке 77%. В четверг ЦИК официально объявил, что Путин избран на новый срок. Разумеется, обсуждают и что должно последовать за выборами – закручивание гаек или их ослабление, кадровые перестановки или все в целом остается как есть. По закону, после инаугурации, которая должна пройти не позже 7 мая, подаст в отставку правительство, что, конечно, не исключает того, что премьер или отдельные министры, или и он, и они сохранят посты и в новом кабинете. Путин сказал, что суетиться по поводу перестановок не нужно, есть много времени, чтобы подумать в товарищеском режиме. На неделе у нас в редакции вышел спецвыпуск, в котором мы постарались проанализировать, что значат такие результаты выборов и что будет происходить в российской политике в ближайшие недели и месяцы. Посмотрите. Уже после стали известны официальные результаты выборов за рубежом, где, как мы видели, выстраивались огромные очереди на участке в посольствах России. По данным ЦИК, Путин победил там с результатом 72,3%, а на втором месте Владислав Дованков. У него 16,6%, то есть почти на 13% больше, чем в общем зачете. Кроме того, почти 7% бюллетеней были испорчены. Что касается тех, кто портил бюллетени в России, то на неделе стало известно о нескольких административных делах. Так, Дзержинский райсуд Петербурга арестовал местную жительницу Александру Черятьеву на 8 суток и оштрафовал ее на 40 тысяч рублей по статьям о мелком хулиганстве и дискредитации армии. Поводом стала пацифистская надпись, которую девушка сделала на бюллетене. По словам Черятьева, это увидел полицейский, дежуривший на участке, который тут же ее задержал, не дав опустить бюллетень в урну. Там же, в Петербурге, по сообщению главы горосберкома Максима Мексина, начата проверка УИК номер 5 Адмиралтейского района. Перед этим в сети появилось видео с одного из участков, на котором две женщины, одна из них стоя на коленях, проделывают различные манипуляции с избирательной урной, опуская что-то внутрь и весьма экзотично эту урну раскачивая. Как сообщает издание «Фонтанка», одна из женщин похожа на председателя участковой комиссии. Сама она называла видео недостоверным. На следующий день после голосования на Красной площади в Москве прошел митинг-концерт. Официально он был приурочен к десятой годовщине присоединения Крыма. Как отмечали многие наблюдатели, нынешний путинский результат как раз должен вызывать ассоциации с тем явлением, которое в 2014-м стало известно как «Крымский консенсус». Кульминацией концерта стало появление Владимира Путина в сопровождении недавних соперников. Речи были краткими и посвящены ожидаемо Крыму. Вместе, рука об руку, будем идти дальше. Площадь в ответ скандировала слово «Россия». Ранее в тот же день экз-кандидаты встретились с президентом в Кремле. Владислав Дованков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий поздравили Путина, назвав его победу исторической и уверенной. А Слуцкий прямо сказал, что многие в ЛДПР голосовали не за лидера партии. Значительное количество голосов членов ЛДПР отдали главному кандидату, отдали много, а себе осталось меньше. Но цели-то у нас общие. Это точно совершенно очевидная вещь. И еще одно заявление Путина громко прозвучало сразу после выборов. Он впервые публично высказался о смерти Алексея Навального, назвав его по фамилии и подтвердив, что один человек обсуждал с ним, Путиным, план включить Навального в обменный список. Некоторые там люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. Я сказал, я согласен. Говоря о смерти Навального, Путин сказал, что такова жизнь, и это случается, в том числе в тюрьмах США, где такое бывало неоднократно. Дмитрий Песков вскоре разъяснил, что факты переговоров об обмене Путин не подтверждал, а лишь рассказал, что согласился с идеей. Напомню, после смерти Навального западные СМИ со ссылкой на американских и немецких чиновников писали, что интерес к переговорам с той стороны заметно снизился. Более туманными стали перспективы возвращения в Россию от бывающего пожизненное в Германии Вадима Красикова, как и освобождение в России американцев Пола Уиллана и Эвана Гершковича. Между тем стало известно, что суд Лабытнанги отклонил иск матери Алексея Навального о ненадлежащем оказании медпомощи ее сыну, посчитав необоснованным заявление о нарушении ее прав. По словам соратников Навального, в решении суда указано, что истцом по такому иску может быть только он сам. Вдова Навального Юлия уже несколько раз призывала Запад не признавать итоги российских выборов. На неделе Дмитрий Песков ответил комментариям, что Юлия теряет связь с Родиной и перестает чувствовать пульс своей страны. Как я и предполагал в спецвыпуске, единой позиции по итогам выборов на Западе нет. Евросоюз выпустил заявление, в котором указано, что не было возможности беспристрастно и независимо оценить ход голосования. В правительстве Германии, заявив, что не признают выборы демократическими и законными, тем не менее выразили готовность говорить с Путиным, если это будет полезно. Во Франции ограничились репликой, что результаты голосования приняты к сведению. Путина поздравили представители десятков стран, в том числе Китая, Северной Кореи, Индии, Ирана, Сербии, Венесуэлы, Армении, Азербайджана, а также движения Хамаса и еминских хуситов. Из лидеров ЕС поздравительное письмо отправил только один, венгерский премьер Виктор Орбан, написавший, что диалог является необходимым условием для скорейшего достижения мира. Кстати, на неделе опубликован опрос в ЦИОМ доверяют ли результатам выборов сами россияне. 72% опрошенных сказали, что доверяют полностью или по большей части. Всю неделю продолжается спасательная операция по вызволению 13 горняков из-под завалов на руднике золотодобывающего комбината «Пионер» в Амурской области, примерно в 500 километрах к северу от Благовещенска. В понедельник в результате обвала породы выхтовики оказались замурованными, без связи на глубине около 147 метров. К вечеру субботы путь к горнякам параллельно бурили 4 установки. Сообщается, что одну из скважин пробурили уже на 190 метров из 260 необходимых. Работам мешают слои твердых пород и постоянный приток грунтовых вод, которые приходится регулярно откачивать. Правда, анализ воды показал, что она подходит для питья в экстремальных условиях. При этом остается риск повторного затопления рудника. К аварийной шахте стянули силы МЧС и горноспасатели не только из Амурской области, но и из Якутии, Хабаровского края, Приморья и Новокузнецка. С родными и близкими горняков работают психологи. Возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований безопасности. На месте работает следственная группа. На неделе Никулинский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии по делу о мошенничестве бывшего замминистра просвещения Марину Ракову и к четырем годам условно экс-ректора школы социальных и экономических наук Шаненки Сергея Зуева. По делу проходили еще пять их подчиненных. Их приговорили к условным срокам и штрафам. Раков и Зуев были задержаны в октябре 2021 года. В ходе допросов признали вину и возместили заявленный следствием ущерб в 65 миллионов рублей. После этого суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. По версии следствия, в 2019-м Раково пролоббировало выделение бюджетных средств фонду новых форм развития образования и заключение с Шаненкой контрактов на проведение работ, которые не были выполнены. Кроме того, утверждало следствие, Раково и Зуев фиктивно трудоустроили 12 сотрудников того же фонда. Было также много публикаций о том, что за кулисами у Раковой был серьезный конфликт с издательством просвещения, главным поставщиком учебников в российские школы, и могущественной Ольгой Васильевой, бывшим министром просвещения, ныне возглавляющей Российскую академию образования. В России на неделе созданный очередной судебный прецедент. В Оренбурге отправили в СИЗО арт-директора и администратора Гейбара Поза за участие в деятельности экстремистской организации, имеется в виду Международное общественное движение ЛГБТ. По этой статье задержанным грозит до 10 лет. По сообщениям местных журналистов, один из арестованных не смог сдержать эмоции и расплакался в зале суда. По версии следствия, обвиняемые, являясь лицами с нетрадиционной ориентацией, действуя группой по предварительному сговору, обеспечивали функционирование клуба и пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения. В начале марта, после обращения общественников, в клубе прошел полицейский рейд, там изъяли технику и костюмы. Вскоре после этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала, что возбуждено уголовное дело. Напомню, экстремистская организация и движение ЛГБТ признал в ноябре прошлого года Российский Верховный суд. После этого было немало успокаивающих комментариев, что для гей-клубов, проводящих закрытые мероприятия для взрослых, последствий не будет. Однако, как мы видим, правоприменительная практика складывается обратная. Сообщалось о рейдах по подобным заведениям в разных городах. Некоторые клубы поспешили закрыться сами. В субботу в Москве простились с Василием Уткиным. Один из самых ярких спортивных журналистов страны и во всех смыслах большой человек ушел на 53-м году жизни. Уткин начинал карьеру 30 лет назад в спортивной редакции НТВ, где вел передачу «Футбольный клуб». Этот бренд навсегда стал его визитной карточкой. В отличие от аккуратных комментаторов советской школы, Уткин смело встраивал в репортажи метафоры, шутки, на ходу изобретаемые неологизм и даже откровенный троллинг футболистов. В 2016-м Уткин ушел с телека, не ужившись на новом канале «Матч ТВ», заменившем собой «НТВ плюс спорт». Футбольный клуб продолжил выходить на ютубе. Сам Уткин и до этого, и после успел попробовать себя в самых разных жанрах. Он вел развлекательные шоу, общественно-политические передачи на радио, играл в фильмах «Квартета И» и руководил любительским футбольным клубом «Агресси». Всенародным мемом стала его фраза из «Дня выборов», где он сыграл кандидата от кого надо. Как «Спартак»-то вчера сыграл с «Сатурном»? Не в курсе? Я не знаю. Я футболу не интересуюсь. Обладатель яркой телевизионной внешности и острого, точного языка, каким еще может обладать лучший футбольный комментатор эпохи, Вася был теплым, тонким и, мне кажется, очень ранимым человеком. Ранимость, как нередко случается, он прикрывал иронией, этой едкой и вынужденной защитой честных и чутких. Для меня он был уникален еще тем, что вот можно не встречаться годами, изредка обмениваться сообщениями, но от одной мысли, что он где-то тут, рядом, в этом городе, в одном с тобой, по-прежнему занят своим делом, что можно ему написать, набрать. От самой этой мысли было как-то спокойнее и надежнее, даже в самые темные дни, в темные даже особенно. Его будет очень не хватать. В четверг голос Василия Уткина в последний раз прозвучал на футбольном стадионе «Динамо», где перед началом товарищеского матча между Россией и Сербией почтили его память. В конце выпуска еще раз вернемся к главной теме. В воскресенье в России день траура по погибшим в самом кровавом теракте за почти 20 лет, прошедших со времени трагедии в Беслане. Число погибших продолжает расти. Таково оно по состоянию на утро воскресенья. Больше ста пострадавших остаются в больницах, многие в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. К Крокус-Сити-Холлу в Москве и к стихийным мемориалам в десятках городов по всей России несут цветы и свечи. Я хочу от себя и от всей нашей команды выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате этого ужасного теракта. Всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Это редакция Ньюз в Ютубе и на Дзене. Берегите себя. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин